а вот вебинар 34 осталось полминуты так что там Антон нам сообщает так Антон пожелал хорошего вебинара осталось секунд 20 будем любоваться будем любоваться и главное есть чем дела да такие так будем соединять две темы новое будущее садоводства и страшные вещи которые творятся сейчас и никто не связывает миллионы тонн травмных фруктов со здоровьем нации странно да ослепли сейчас будем протирать глаза так видите вот это вот прекрасный виноград посмотрим чей он Валерий Константинович добрый вечер в этом году очень хорошие врага винограда это папин любимый виноград мускатный Ольга Латинкова ну сами понимаете Ольга Латинкова это дочка Юрия Алексеевича Латинкова царство ему небесное вот и я поздравляю ее с хорошим сортом винограда так вот это вот я поздравлялся несколько дней назад четвертого сегодня девятая пять дней назад значит настоящий полковник вот я пожал ему руку как представитель я железов старинной ветви садово и вообще запорожских казаков и вот перед вами настоящий казачий полковник из Минусинска вот его саженцы и что я скажу почему здесь его фотография хотя отдельный фильм был с его участием да потому что сорок пять лет пытался завести сад и только последние годы у него перестали саженцы умирать и догадаетесь два раза чьи саженцы правильно Сергей Жерневердово сорок пять лет неудач это что такое вот и с каким то ли он была вторая группа из вторая семья была из Абакана я забыл кто из них с презрением сказал о местных минусинских саженцах Абаканских с таким презрением ну вот теперь у него настоящий саженц посмотрите качество что с ними сделается вот посадит он да если не попадет в геопатогенную зону но это отдельный разговор про геопатогенную зону если не попадет с чего она померять то будет но обрезка заранее сделана такая чтобы чтобы после посадки хватило сока на то чтобы снабдить этим соком оставшуюся часть и чтобы он успел не просто просидеть и тут же бросить лист как бывает а самое страшное я вот все время отклоняюсь отклоняюсь ли это невероятно когда вот такие саженцы когда продавец берет одной рукой саженец второй рукой делает вот так на глазах у сотен тысяч представляете что творится а почему они же у них свои объяснения есть они ничего не понимают с удовольствием но логика все равно какая то есть помните я рассказывал про логику ага если ты любишь рыбалку значит ты нормальный мужик а если ты рыбалку не любишь значит ты гей или там 5 раз вот такая же логика а как же ведь обязательно нужно уничтожить листовой аппарат при осенней посадке почему а чтобы не отнимал силы у саженца чтобы не забирал сок вот чтобы хватило на то что а там что двадцать тридцать сорок ран на каждой почке они же примыкают почка и лист это одно целое двадцать тридцать сорок ран после вот это страшно вот так и ведь находит объяснение лучше приживется вот так вот ну а тут это они же второй раз приехали первый раз то все живо все живо а вот вторая семья тоже начали видите уже там целый список сажется вот вот такой ангелочек а знаете что у них в руках ангелочек правильно слива вот они ангелочки сливы едят на фоне на фоне сливы сувенира востока на дальнем плане кстати видите это самый жигулез который больше не встретите нигде я же по рынку хожу по двум рынкам с единогорскими я хожу регулярно вот исчезло много без следа простые папировки белые наливы щели щели вот в жигулезском я уже не мечтаю а погубили своими руками как же деревня правильно вот и остатки была роскоши вот этот сад вот попробую засунем вот такой сад этот самый челюсть сломает мальчишка свихнет это я собирал уже на осеннюю еду потому что они быстро сейчас до них добрались птицы наступила гера птиц вот им тоже нужно готовиться к зиме им тоже нужны витамины и они методом тыка выбирают какие получше вкуснее яблоки вот ну в данном случае вы видите этот самый розмарин так вот я его собираю для чего ну в таком виде он может месяц два лежать в холоде в холодильнике это осенний сорт вот дата седьмого и седьмого сентября вот показываю у меня на моих глазах разгорела страшная трагедия я всего четыре вот смотрите дерево допустим 15 лет прибитое урожай сумасшедшее это знаете что такое это уральское наливное представим себе не вот этот молодое дерево это вон питомник железово вон на дальнем плане клубника вот вот уральское наливное я купил считайте купил когда я купил участок с той стороны дороги ну так два участка смотрим в глаза друг был через дорогу и вот и когда я его купил там росло три очень крупных невероятные ну это они довольно молодые они не могли быть старые я помню когда бабушка построила эту хибарку как раз и 15 и прошло и посадила деревья вот откуда она взяла эти три так то она у меня пошлась вот все таки это ну соседи а тут вдруг откуда то взялось три наливных сайланса я любовался на них они мне интереса не представляли ну 50-70 грамм плоды вот привитые на что-то и вот они выросли до огромной величины и вот тут то 10 лет назад и началась эта страшная трагедия и вот именно они первые были уничтожены вот уничтожены двумя врагами первое это то самое биологическое оружие то есть привезли вместе с сайлансами какую-то страшную бактерическую болезнь которая не лечится так за которой последовали сотни тысяч погибших читайте яблоневарял нас мы же лучшие в России с нами могли состязаться только где-то промышленные сады там все-таки миллионы тонн а у нас тысячи тонн но дачных садов это промышленные да на юге России есть промышленные сады вот специальные сады а вот насчет датчиков мы первые в России среди датчиков огромное количество скупщики так и сныряли по нашим садам за бесценок скупали огромное количество плодов и вот тут я купил 2015 год и вот они сразу тут же начали умирать что я заметил нижние скелетные ветки были отрезаны у всех трех вот а у меня тогда это еще не знал о масштабах катастрофы но нижние скелетные ветки у меня есть один из первых фильмов причем снял я один гость из Красноярска он снимал а я ходил рассказывал он их у меня не могу я найти сейчас или это надо фильм показать с фильма прямо с экрана сделать фотографии и там вот эти там где были довольно крупные раны до высоты полутора метров мешали ему вот через эти белесые пятна 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 и вот они все три погибли это было жутко а мне они не нужны были ну каждый год ковер дниют яблоки но дело в том что я еще несколько лет пока они умирали года два-три а у меня вебинары семинары каждый год шли я приводил туда и мордой то есть это их бы надо у этих учителей которые учат отрезать заподлицо со штампом ну то есть рано на конце делать вот а я людям показывал показывал это был мой этот стенд учебный вот причем живьем не на школьной доске вот вот я хотел сказать вот все что мне удалось сохранить еще одна огромная лет тридцать тоже наливное было еще одной соседки там вообще урожаи были такие что смотреть было страшно и тоже погибло вот это было вот вам это и где потом их брать ну вот теперь смотрите Сергей с ним не работает вот она заплодносила все второй год как заплодоносил вот значит что с ним дальше делать если брать с ним ветки оно умрет за два-три года ну вот это факт железное вот оно просто умрет если брать ветки на прививку если не трогать такая одна будет и какие у него перспективы и когда на рынке будет чтобы в каждом саду были саженцы чтобы на рынке были чтобы завал фруктов чтобы в каждом саду это чтобы дети забыли что такое импортная трава я сейчас друзья мои увязываю страшную катастрофу опять вы же знаете что творится вот такое впечатление что рак наступает а нам хвастается когда очередной построят супер современные это самое медицинское утверждение по борьбе с раком а как сделать чтоб его не было миллионы тонн отравы везут к нам миллионы тонн это невероятно это невероятно ведь не я придумал 40 обработок за лето ядами а почему они запрещают тут два варианта не будет фруктов если запретить или не обращать внимание на концентрацию ядов в этих фруктах вот в таком мире мы живем а третий вариант ну догадались давайте чтобы у нас свои были ведь это то уральское наливное оно минус 40 45 выдерживает даже не замечать это ж по всей стране вот сейчас уральское наливное они вкусные поверьте мне они очень вкусные яблоки вот и вот в каждом саду уже сейчас могли быть а как так плодопитомник есть есть а какого хрена они перекупщиками все стали ну кое-что я вам еще расскажу это мне наболело как всегда вот это вот фактически сенсация я расснял отдельный фильм но не все же смотрят мои фильмы вот это вот я собирал этот самый дикую сирийскую грушу так вот она вот теперь я снял специально такой снимок сделал смотрите внимательно вот то что большая груша сладкая сладкая это такие груши были именно на этом дереве это монастырская называется на ней вдруг в прошлом году я повторяюсь почему сейчас поймете я пытаюсь понять почему она вот такой вот прекрасные груши на ней же были вдруг она задичала намерт а на данном плане видите вот это самое вот она вот она вот это я повторяю сейчас скажу почему кто-то уже слышал от меня это вот расположение рядом вот и вот что-то случилось где-то однажды какое-то дикое совпадение когда цвела и та и это у других светение могло не совпасть и прямые половые связи то есть сюда пчелы принесли от дикой усилийской груши пыльцу пыльца внедрилась вот телегония существует это я вам говорю а почему ее запрещают даже думать про нее и слово телегония ругательское потому что она несет в себе смысл знаете такое в народе его можно заменить словом беспорядочной половой связи если в народе прядство как еще куча сло вот поэтому на всякий случай запрет распространения не только на людей чтобы не могли думать в эту сторону а также и на этих самых на животных да пожалуйста попробуй если где-то там овчарня с породистыми суками это выражение такое распространенное дворняжка попадет туда какой-нибудь сучок этот самый туда кобелек вот все они испорчены понимаете да хотя потом что будет от породистых кобелей а уже все порода испорчена вот здесь это и случилось почему я должен об этом говорить потому что это имеет в данном случае плохой смысл совпало цветение двух деревьев в результат вы видите так добавил что она еще и привита вот это вот дерево еще привита на ту же усырьевскую грушу вот и тогда получилось вот это вот вот это получилось вот дикари получились вот эти зеленые целое дерево целое но фильм был еще раз говорю наука это знать должна и практическая наука и институты должны это проходить почему надо это потому что это влияет на все ведь когда сад смешанного типа вы же понимаете что там как раз то это опыление то это и есть беспорядочная половая связь это надо учитывать ведь когда занимаются специальным выведением новых садов с заранее заданными качествами значит вот эти самые цветочки закрывает так называют презервативчики чтобы понятно было а на деле это те же марлевые мешки чтоб не дай бог а здесь то кто запретил вот результат вот но именно это прямая половая связь телегония надо вернуть в науку и практику с одной стороны значит существует и кастрация существует и телегония именно как предохранение но почему это все вот так вот сквозь зубы и почему мы не должны это узнать вот эта девочка одна из двоих гостей значит я вынужден еще рассказать я не упускаю что кто-то не слышал и так появляется статья тогда еще интернета по моему не было толком толком не было статья байкалова помогите мне нужен новый участок под сенем мне не дают обращаясь типа широкой общественности а широкая общественность только один я остальные почитали и не подумали больше ни о чем а железов которого он терпеть не любил железова так бывает вот ну выскочка я там 40 лет на новый сорт а у меня 3-5 лет вот видите написано абрикос химера вон на новый сорт банки уже новый еще показал себя самым урожайным не просто так можно иметь сорта не иметь урожая можно а здесь и сорт новый и урожай новый а слова химера я применяю специально вот идем дальше железов сегерол так вот я написал статью теперь уже я у меня же несколько лет печатало вот только напиши там нет такого будем печатать не будем сразу ура железов статью прислал и вот мои статьи я взял и обращение Байкалова значит выдал вот есть уникальный садовод есть уникальные сорта ему нужно место это уникум он в данный момент пенсионер он никакого официального поста не занимает но он заслуженный агроном России заслуженный он бывший там директор минусинской станции и так далее дайте ему землю вот я говорю я обращаюсь в правительство это уже не а правительство не дает я обращаюсь в правительство россии вот взял вот так вот и напечатал ну где-то две газеты мою это призыв напечатал уже не его а мой и внизу как все у меня правила фамилия а потом телефон мой звонок здравствуйте я звоню из Госдумы вот я этот самый сотрудник аппарата Госдумы то есть он не депутат а сотрудник аппарата мы прочитали вас статью вот спасибо мы прониклись сейчас мы попробуем убедить или заставить или как короче обращение правительство чтобы дали землю именно подсения подсения это чуть ли не единственное место под Абаканом где можно не прятать персики это что они замерзнут там уже черешни вырастить абрикосы вот вырастить причем почти каждый год урожай ничего не замерзает вот конечно такое место надо было для опыта самому Пайкалову вот и вот он значит все все уже проходит какое-то время и я получаю от него опять телефонный звонок Валерий Константинович мы знаете как с прискорбием сообщаем мы обратились мы от имени государства мы обратились правительство а может быть мэру Абакана не помню вот с просьбой выделить уникальному садоводу а я столько же про него хорошо написал это уникум это гений а тут несколько соток не дают вот ответ был ну дальше многие из вас уже слышали я рассказывал раза два ответ был такой мы не можем дать землю под синим это особая земля она играет такую же роль как подмосковная рублевка вот так вот это было и было и вот ко мне приезжает уже вот эта девочка рядом ее папа а папа значит ему лет ну в общем он серьезный мужик высшее образование главное он это это приехал второй раз первый раз накопил саду второй раз приехал за косточками смотрите внимательно вот это настоящий садовод он у меня и лисину купил и химеру купил а вот эти вот прямо на косточке внутри плодов так он каждый плод у меня по 20 рублей покупал потому что внутри косточка 20 рублей ну и наисса и косточки целом вот это было вот и поняли о чем речь он как раз по 7 и 3 живет и тогда я сказал у вас уважаемый коллега инженер инженеру друг товарищ Берт вот у вас большое будущее как садовода а дальше я сказал приедете третий раз вот банки стоят полные видите вот а почему я выделил он единственный за несколько лет кто вот здесь на даче у меня купил косточки единственный другие а он специально ехал за ним вот и вот какое у него будущее повторяю уже не только и во всем сотня две три сразу и ведь знаете прекрасно что ни черта невозможно купить путнево там под этим самым под Абаканом где-то та же дорога железовские железовские саженцы железовские фрукты тоннами продают вот слайс то есть вот это единственный товарищ который и серьезно отнесся к этому то есть то есть у него большое будущее уже тоже подсенье видите поселок подсенье так теперь вот это вот сувенир Востока полюбовались а вот это вот автор сибирского варианта сувенира Востока сливы вот Николай Иванович Чижик это мой друг я глядился с ним вот он в это время когда я делал фотографию да может быть лет десять назад вот мы его взяли под руки он он несколько лет не заходил в свой сад вообще ноги не шли мы его взяли под мышки вдвоем я специально попросил друга под мышки и затащили его к ближайшему дереву вот на пути попалась яблоня я сказал Михайлович я вас фотографирую на историю вы выдающийся садовод вот и чернослив я назвал Чижика его вот и это это не это яблоня другая была богатырь супер сорт его вот и до 100 граммовая сувенира Востока его еще что то а еще сладкая груша это кардановская тоже его вы представляете от него порс для меня а значит для тех тысяч за все годы я а потом все время продали тысячи саженцев это же вклад серьезный нам никто памятники поставит и спасибо не скажет но это на рынке торгуется этими самыми плодами то моими из Сергея сына а кто вот эти четыре сорта я назвал вот если хотите нет это мой долг перед ними мне все это ты у науки все достал ага я вспоминаю вспоминаю вот у Байкова жигулевская достал это было настоящие ученые это сейчас мне мне тоже OK